На следующей неделе 1 сентября. Уже в пятницу школы по всей России распахнут свои двери, чтобы начать новый учебный год. Накануне Дня знаний телеканал ЛРТ решил выяснить, какой должна быть идеальная школьная форма и во сколько она обойдется. Я люблю ходить в школу в форме, особенно в сарафанах и блузках. Дарья Мастаченко совсем скоро пойдет в четвертый класс, поэтому выбор формы для нее дело привычное. В школе, где учится девочка, одежда обязательно должна быть в черно-белых тонах. Мы берем, как вы видите сейчас, мы берем блузку и сарафан и докупаем отдельно либо юбочку, либо брюки, в зависимости от того, что нам надо. Но поскольку одежда очень качественная, у нас что-то остается с того года, то мы покупаем как бы вот не полный комплект, а мы докупаем то, что нам не хватает. Но вообще, конечно, нужно две блузки, потому что их нужно менять. Магазины сегодня пестрят разнообразием школьной одежды. Платья, блузы, юбки, брюки, жакеты. Выбирай, не хочу. Вот только как не растеряться в этом потоке предложений и подобрать идеальную школьную форму? Правил как таковых нет, потому что все зависит от покупателей на самом деле. Но зачастую бывает, что они угадывают немного с размером, потому что лекала разные, поэтому лучше примерять, конечно, одежду. При примерке обратите внимание на то, как сидит форма. Обязательно спросите ребенка, удобно ли ему в одежде. Попробуйте несколько моделей. Также необходимо внимательно изучить этикетку. На этикетке должен быть состав ткани, то есть наша одежда в основном сделана из натуральных тканей, это хлопок, более 50-60% в каждой модели школьной коллекции. Далее обязательно должен присутствовать сертификат, номер сертификата, для того, чтобы родители могли знать, что одежда разрешена для носки на территории Российской Федерации, и она не вредит здоровью ребенка. Обратите внимание на то, что в составе изделия обязательно должны быть искусственные ткани. Не старайтесь найти стопроцентное хлопковое изделие. Присутствие полиэстера – это не означает, что плохо. Это износостойкость, это несминаемость одежды. В составе изделия обязательно присутствует и натуральная составляющая, и полиэстер, и лайкра. Чтобы ребенку было комфортно, подкладка натуральная, а ткань верха смесовая. Если к тканям предъявляются определенные требования, то выбор модели школьной формы дела сугубо индивидуальный. Но даже для таких, казалось бы, строгих и монотонных вещей есть свои модные тенденции. У нас представлено множество блузок и платьев с валанами и рюшами. В этом сезоне это очень актуально. Также можно носить, как на блузке, можно снимать и представлять одежду в более классическом варианте. А также валаны, клетка, которая допускается на территории школ. Если говорить о цене вопроса, то собрать девочку в школу можно в районе 5000 рублей мальчика от 3500. На эту сумму вы купите один комплект школьной формы. Важно отметить, что сейчас, несмотря на высокий покупательский спрос, магазины предлагают неплохие скидки на школьную одежду. Например, две блузы по цене одной. Или скидка 50% на третью приобретенную вещь. Так что собрать ребенка в школу, не тратя на это больших денег, задача вполне себе реальная. Мария Лапчева, Анна Троян, Дмитрий Родзянко и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ.